США ввели санкции против Сирии за химическую атаку в провинции Едлиб 4 апреля. В черный список попали 270 сотрудников правительственного агентства, которые отвечают за разработку химического оружия. По данным Вашингтона, они работали над программой более пяти лет. Ограничения дают возможность Банкам США замораживать их активы, а американским компаниям запрещают вести с ними дела. В сообщении Министерства финансов США отмечается, попавшие под санкции – высокообразованные люди, которые могли путешествовать за пределами Сирии и использовать международную финансовую систему, даже если они не имеют активов за границей. Всех граждан Украины могут обязать декларировать доходы. До конца года планируют разработать законопроект. Он также будет предполагать налоговый контроль над расходами и их соответствие доходам косвенными методами. Такой пункт содержится в приоритетном плане действий правительства на 2017-е. Напомним, в прошлом году в Украине начала работа система подачи электронной декларации для чиновников. Ее внедрение было одним из основных требований международных партнеров. В Лондоне активисты устанавливают холодильники с бесплатной едой. Теперь владельцы кафе вместо того, чтобы выбрать свои продукты, чей срок годности подходит к концу, могут их оставить в таких холодильниках для малоимущих. Делать это могут не только предприниматели, но и все желающие. Один из наших сотрудников узнал о проекте и нам рассказал. Мы решили, что это прекрасная идея. В таких местах, как наши, выбрасывают много еды. Нам важно поддержать жителей Брикстона и пожертвовать еду людям. Чтобы установить холодильник, сначала проводили кампанию по сбору средств в соцсетях. Удалось получить более двух тысяч фунтов стерлингов, а также организовать команду волонтёров. Мы видим, что в холодильник приносят много еды. Последние несколько недель он заполнен. Организаторы проекта также говорят, что холодильником пользуются не только самые малоимущие. Он популярен среди людей, которым не хватает зарплаты, чтобы покупать готовую еду в течение дня. «Что касается спроса на еду, мы видим, что растёт число людей, которые обращаются в банки еды. А эти банки в настоящее время готовую еду не предоставляют». Объёмы пищевых отходов в мире продолжают расти. Рестораны только в Великобритании каждый год выбрасывают 900 тысяч тонн еды. При этом благосостояние британцев снижается из-за урезания льгот и падения курса фунта. То есть, с одной стороны, появляется всё больше людей, которые нуждаются в продуктах питания. А с другой, всё больше продуктов питания отправляют на свалки. На 8 июня в стране назначены парламентские выборы. Дополнительные месяцы неопределённости сделают экономику ещё более шаткой. А это означает, что дверца этого холодильника будет открываться чаще. Выразительный взгляд – безмятежная улыбка. Подобные портреты кубинских девчонок и мальчишек последние два года появляются на старых домах в пригороде Гаванны. Их автор – молодой художник Майсель Лопес. Говорит, вдохновение подчеркнул в словах национального борца за независимость Хосе Марти, который сказал «Дети – надежда мира». Недавно Лопес начал работать над серией картин под названием «Исполины». «Мне кажется, дети играют очень важную роль в развитии любой нации. Хочется показать их крупным планом, чтобы люди ценили их за эту важную роль». «Родителям приятно, когда портреты их детей становятся всеобщим достоянием». «Я так горжусь тем, что портрет моей дочки стал частью уличной арт-галереи в этом городе, где мы живём, где она родилась». Художник сначала расписал стену домов и магазинов в районе Плая. Здесь он родился 31 год назад и живёт по сей день. «Эта картина великолепна. Она украсила район». «Замечательная идея – украсить и немного оживить улицы, которые всеми забыты. Очень красиво. Всем нравится». Теперь Лопес пишет детские портреты в соседнем районе Марианао. Делают это бесплатно. На каждое произведение требуется от четырёх до семи дней. На турщика фищи среди детей, живущих поблизости. Уличное искусство – редкость для Кубы. Любая деятельность здесь жёстко контролируется властями. Но молодой художник добился официального разрешения. В свободное от уличного творчества время Лопес преподает и пишет портреты на заказ.